Каждый водитель знает, когда к машине нет претензий, тогда нет вопросов и со стороны сотрудников ГИБДД. Но визуальный осмотр не всегда дает точную характеристику. Приходится использовать приборы. Прибор показал превышение суммарного люфта рулевого управления на 7,5 градусов. За данное правонарушение автомобиль, пилокурица нашла в стоянку, но в отношении водителя составляется административный протокол по статье 12.5.2. Водитель китайского самосвала Шангси не ожидал такого поворота. Сотрудники ГИБДД вызывают эвакуатор, он приезжает очень быстро. В городе сейчас работают три таких специализированных автотранспортных средства. Здесь по дороге на Красную Поляну проходит много большегрузов. Задача – выявить техническую неисправность. По час именно такие аварийные машины представляют большую опасность на дорогах. Опасно и для самого водителя, и для других участников дорожного движения. Поэтому вердикт обсуждению не подлежит. Раньше снимали госномера, увозили машину на жесткой сцепке. Теперь все проще. Машина вообще придумана для этого. Сделана специально для того, чтобы перетаскивать все грузовые автомобили, которые сломались. Это какое серьезное. Этот автомобиль попадет на штрафстоянку в Адлер. Георг Маркарян тоже теперь знает, где она находится. Его личный КАМАЗ был уже туда эвакуирован несколько месяцев назад. Сегодня была вторая проверка на рулевое управление. Раньше была проверка, была не устранена. Я его устранил. Потом сейчас нормально уже. Рейдовые мероприятия заставляют водителей быть ответственнее. Это касается и парковок большегрузных машин. С отделом ГИБДД совместно с полком дорожной патрульной службы данные рейды проводятся на постоянной основе. Данные рейды направлены для того, чтобы водители большегрузного транспорта не парковали свои транспортные средства вдоль уличной дорожной сети по городу Сочи с нарушением правил остановки и стоянки. То есть с нарушением правил дорожного движения. А также есть ряд технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Эвакуаторы для большого транспорта появились в Сочи во время подготовки к Олимпийским играм. Тогда благодаря им удалось очистить от брошенных автомобилей главные дороги курорта. Сейчас работа продолжается во всем Большом Сочи. Елена Всецына, Борис Осин, телекомпания ФКТ